всем привет с вами дмитрий михайлов вы на моем канале камин бай очередной наш объект очень много здесь подготовительной работы было сделано она еще не заканчивается объясню почему изначально перед вами от этого стенка между двумя окнами должен стоять камин когда я приезжал сюда первый раз то был проект под камин классический камин то есть только которая обшивается дальше супер изолом либо скамотеком и делается облицовка но по ходу потом начало все меняться заказчик отказался от классического камина захотел поставить печь камин печь камин камин of an и рассматривался еще об x но снова же поменялись планы очередные почему они менялись по ходу движения объясняю изначально вот у нас две балки идут вот это центр центр у нас вот отметка стоит центр то есть независимо от того когда вы ставите классический камин на такой стенке то вы можете камин поставить по центру а дымоход сместить левей либо правее и попасть в центр между балками шаг здесь 70 сантиметров или 700 миллиметров в дальнейшем потом просто все зашивается облицовывается изоляционными материалами и на моется красота это был первый вариант самый когда я первый раз выехал во втором варианте когда поставили печь камин снова можно было оставить так как есть но уже появились нюансы какие нюансы объясняю в диаметре дымохода во первых 150 на 250 если я здесь вот в центр попадаю как отметка стоит и 150 на 250 если мы будем брать то там остается зазор четыре с половиной сантиметра можно заизолировать проблем нету тоже все выходило классические никаких вопросов по красоте и по функциональности но когда сюда запланировали камин подвесной с возможностью установку на пол здесь уже стали вопросы а вопросы стали следующие когда мы выходим в центр то труба которая там ставится изначально это рок-а-дроп камин называется появились они на нашем рынке очень мало по ним информации очень мало по ним монтажной информации практически и даже нету даже официально завод изготовитель выдает минимум информации очень мало ну в силу того что защищая скорее всего свои какие-то секреты у него у нее идет выход это прямоугольная труба 180 на 175 миллиметров с выходом на патрубок 180 с возможностью и подвеса к потолку но здесь потолок мы не подвесим система очень хорошо мне понравилось собирается по конденсату расскажу уже через несколько месяцев когда здесь будет сделана отделкой когда мы его поставим увидите если мы его ставим по центру здесь никаких смещений не уходит он открыт и то есть мы не можем здесь уйти влево и вправо камин должен стоять ровно по центру если мы выставляем его по центру во первых здесь высота дымохода 4 метра это тот минимум при котором начинает работать камин 3 метра это не дымоход кто хочет со мной поспорить пожалуйста никаких проблем из практики еще раз вам говорю и советую ставьте дымоход минимум 4 метра от 4 метров он начинает работать не от зольного ящика а именно от верха дымоходу если того если мы будем считать от устья печи там еще добавьте 500 700 миллиметров 4 спины метр это та высота дымохода при которой начинает работать сам дымоход ему легко при трех метрах он задыхается проверял ни один раз не работает 3 метра практически на всех 4 метра и плюс я еще увеличу диаметр не 180 с утепленной трубой на 280 а поставлю 180 на 280 это будет врезка в камин сам стоять будет 200 на 300 и 200 на 300 он у нас уже убирается ровненько в балку все там остается один сантиметр но никогда в жизни я один сантиметр и не оставлю до балки могу три сантиметра оставить заизолировав его проблем не будет но не сантиметр ни в коем случае хочу жить спокойно хочу чтобы мои клиенты радовались и наслаждались той работы которую я сделаю и камином который будет приносить им тепло поэтому очень много монтажных вопросов и очень много подготовительной работы и сейчас я вам покажу на улице как это будет все выглядеть то есть на какой-то высоте я сделаю отверстие в газосиликате и пройду стенку и у нас будет классический представной дымоход которую легко обслуживать и которые фасад дома ни в коем случае не нарушит с точки зрения эстетики а не нарушит почему сейчас я вам объясню и покажу ну по очереди давайте на улицу где потом покажу по дымоходу что я буду здесь ставить если мы с фасада посмотрим дымоход будет выходить по центру вот здесь как и отметка соосность будет будет выходить по центру и будем смещаться двумя сорок пятыми углами и выходить вверх одно крепление поставим стенки одно крепление поставится перед кровлей и площадка монтажная обязательно будет без нее никак здесь будет веранда здесь все потом застроиться все будет красиво эстетично супер будет но до этого еще не скоро поэтому наша задача с дымоход сделать еще один здесь вопрос который возник это вот с этими вот окнами мансардные окна и на дымоходе высота дымохода примерно будет два два с половиной метра выходить за крышу а почему вопрос с окнами объясняю грибок здесь и на этом объекте ставить не буду не буду ставить по одной лишь причине потому что от грибка отбивает если люди забудут закрыть окно то весь дым пойдет им вовнутрь это раз во вторых и дымоход будет приставной поэтому можно здесь не использовать грибок потому что сборник вода которая будет идти по дымоходу она будет стекать вниз нижнюю точку одновременно он будет прочищаться это очень важный элемент то есть он не будет становиться сухой а теперь давайте начнем по дымоходу покажу вам что буду ставить здесь внизу классическая будет идти площадка опорная будет везде полимерка полимерка цвет 7024 такая темно-сине-серая это монтажная площадка которая будет крепится к стене и будут установлены у нас монтажная площадка участок прямой вот такой тройник 67 градусов под 90 градусов я не стал рисковать потому что высота небольшая 45 к тоже неудобно поставила здесь 67 градусов этот маленький уклон сейчас переверну его вот так он будет выглядеть и дым который будет идти он не будет сразу ударяться вот в эту стенку он постепенно будет переходить вверх это очень важно для тяги и когда ограничена высота если есть возможность обязательно ставлю тройник обязательно сделаю с юмкой с юбкой вот такой слава богу есть возможность конденсат который будет течь он будет стекать когда дымохода касается когда печки стоит премиум класса ну извините здесь я экономить не буду и заказчику буду предлагать самое лучшее либо одной из лучших что предлагает рынок поэтому конденсат который будет стекать он будет стекать влево-вправо затекание во внутрь не будет также можно здесь герметиком поставить когда нет таких юбок упорки герметиком поставить но скажу так герметики есть герметик сколько он будет стоять неизвестно поэтому если ни герметики юбку никто не стоять за козырек такой то вот этих вот углах здесь То есть вот стекает, начинает конденсат, и он может попасть вам на топку. Ну, не может, но попадает, когда он стекает вниз. Поэтому здесь вот этот козырек стоит своих денег, обязательно должен стоять. Здесь у нас выход идет 180 на 280, а здесь уже труба стояк 200 на 300. Вся труба будет 200 на 300. Толщина металла 1 мм, 304, снаружи 430. За эту трубу я спокоен, утеплитель внутри стоит, руку Лайрат Мэтт, плотность 100, либо 110-120 кг, ошибаюсь. Довольно плотный утеплитель. Это заглушки центровочные, внутри утеплитель там другой. Потому что я знаю, какой утеплитель стоит и какая труба. Поэтому здесь руку Лайрат Мэтт, утеплитель стоит армированный, с ним никаких проблем нет. Не обращайте внимания, это центровочные просто заглушки. И так, смещаться мы будем вот такими углами. Углы трехсегментники, не двухсегментные. У трехсегментов тяга лучше, чем у двухсегментов, потому что поворот более идет плавный. Сегмент, 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 то есть он идет, дым, вот таким вот образом плавненько уходит. Когда двухсегмент, он раз, ударяется, и два. И тяга, кто проходит сертификацию труб, те знают, что установленные нормы по тяге есть. И в двухсегментниках они хуже. Вернее, тяга в двухсегментных углах хуже, чем в трехсегментах. Но при этом многие очень на рынке продают именно двухсегменты с точки зрения удешевления продукции. И здесь то же самое, тут же трехсегментник стоит. То есть два угла, когда мы соберем, смещение между осями будет 200 мм. Это то расстояние, которое позволяет нам уйти от балки на безопасное расстояние и выйти по центру. По центру между балками, где шаг 500, ой, 700 мм. Ну и труба, классика, то, что я вам показывал. Толщина 1 мм, 200 на 300, 304 мм внутри, снаружи 0,5 мм. Вот в таком исполнении тиг-сварка. Про заглушки я вам уже эти говорил. Соприкосновения нигде у них нет. С другой стороны идет вот такой утеплитель. Все, насадки обязательно идут утепленные. Я неутепленные насадки не монтирую. Цвет по ралу 7024. Здесь стоит на раструбе. Если там какие-то вопросы с тягой могут возникнуть, то в дальнейшем всегда можно поставить дефлектор либо грибок. Но этого стараюсь не делать. И вот такие вот крепления. Тоже все по ралу, все по цвету. Будут у нас крепления одно к стене идти. Одно крепление будет идти вот такое паучок, так называемый, с двумя гайками. Поставим его под наклоном ее перед кровлей уже, перед металлом обязательно. Без нее никак. Я знаю, что когда я их ставлю, труба стоит по уровню. Никаких вопросов вообще у нее не возникает. И вот такая оттяжка. Хомут на две стороны под 120 градусов сделан в сторону уши. И сюда еще жесткая оттяжка пойдет у нас к кровле. Потому что труба нелегкая. Трубу начнет шатать, ничего хорошего с этого не будет. И сборник конденсата классический. Толщина 0,6. Кислота тоже 304. Обратите внимание, что он весь проварен. То есть здесь никогда не пойдет конденсат через эту нижнюю точку. Здесь стоит резьба. То есть этих сборников я очень много повидал, очень много исполнения. С этим сборником я знаю точно, что мой заказчик будет спать спокойно. И никогда у него не возникнет вопрос, что конденсат потек вот с этого места. Это очень будет неприятно. Так, это разгрузочная площадка еще будет становиться. Она ставится вот сюда. Вот так аккуратненько. Все тоже 7024 парао. И потолки также изолирую коробами. И вот наша труба подготовленная уже. Одна 180 на 280 и остальные 200 на 300. Все, начинаю работать. Вы смотрите, покажу вам результат нашей работы. И экранчики обязательно будут стоять. Все, закончили мы монтаж дымохода. Вот так это выглядит сейчас. Что-то со светом проблемы какие-то гуляют освещенные. Смотрите. Видите соосность, насколько сместились? На 20 сантиметров мы сместились в сторону. То есть, внизу мы сделали врезку под углом 67 градусов. И дальше труба пошла уже в свеси. Не внутри дома. Смотрим, что я здесь сделал. Обязательно в каждом проходе стоит противопожарный узел. Здесь внутри стоит противопожарный узел плюс утеплитель. Видите, вот эта часть, она сейчас сделана заподлицо. Почему? Теперь смотрите. Сюда в дальнейшем будет ставиться, или нет, прикрепляться газосиликату. Такой материал, как скамотек, либо суперизол. Это вспоминенный материал, который используют активно каминщики. И монтажники используют там, где необходима повышенная пожаробезопасность. Очень хороший материал. Мне с ним нравится работать. Да, он дорогой, но он реально стоит своих денег. Почему он будет ставиться, объясняю. Печка будет подвесная, камин вернее. Он идет подвесного плана. То есть он будет крепиться уже к стене. Снаружи температуру производитель не указывает. Да и, наверное, мало кто, если даже на плане не вспомнит, кто из мировых производителей указывает температуру на выходе печи. Если это есть, то это единицы. Как правило, никто не указывает температуру. Указывает температуру выходящих газов. Да, указывают. Это есть. Иерок указал 156, либо 158 градусов. Мне очень интересно, когда будут тестировать эту печку после монтажа. Я обязательно проверю. Обязательно температуру обманывают или нет. Но это со временем. И вот такой патрубок выходит. Он выходит ровно на посадку. Выходит минусовая часть. Система будет собираться по конденсату. Потому что даже если какой-то капельки будут образовываться, они будут стекать по трубе в печку. В том числе и урокодроп, стандартная труба, которая продается, и переходник потолочный. Там в системе предусмотрена сборка по конденсату. Теперь давайте поднимемся наверх, покажу, как я сделал вверху. Лестницу убрал. Выше, к сожалению, уже не поднимусь. Здесь подсекал балки базальтовым картоном. Кто-то скажет, что это лишнее. Возможно, да, спорить не буду, но я сплю так спокойно. И противопожарный узел поставлен на всю длину стропильной системы. Видите, слева-справа, то есть он немножко выше. Так должно быть. Там противопожарный узел утеплен не весь. Почему? Для того, чтобы воздух циркулировал. Утеплитель вот так вот установлен сверху вниз, для того, чтобы отцентровать полосками вот так полоска, потом здесь полоска, всего таких 4 полоски. Поставил только для того, чтобы отцентровать его, чтобы от ветра его не колыхало, ни влево, ни вправо он не ходил. Не забывайте, что воздух – это тоже изолятор, и без него никак. Даже бывает лучше, чем самые лучшие изоляционные материалы. И вверху так же подтекал, все слева-справа, поставил хомут-бабочку поворотную. То есть труба уже в этом месте, она стоит жестко по уровню, и у нее нет смещения влево-вправо. Если где-то труба будет проседать, оседать, это крепление, оно поддастся движению кровли. Поэтому я здесь даже не волнуюсь, здесь она не очень жестко стянута, за счет того, что металл пружинит еще. Идем дальше. А, снизу, конечно, экранчик. С зазором. А с другой стороны объясню, почему зазор. Раз закончили мы на зазоре, объясняю. Здесь будет утеплитель 5 см. И утеплитель уйдет, видите, по линии, ровненько по экрану будет стоять. Вот для чего делалось 5 см. Дополнительное крепление установлено перед экраном. Для чего? Для того, чтобы труба, снова же она была отцентрована, для того, чтобы не ходила влево-вправо. Снизу-вверх давайте продолжим. Вот сборник конденсата. Так, вот это опорная площадка стоит. Сварена у нас уголка и заполимерена так же. Все, прикрепили мы ее. 6 точек крепления в газосиликат. Снизу сборник конденсата, который служит для прочистки. Обязательно герметизируйте эти сборники. Потому что какие бы они крутые не были, все равно возможно подтекание. Поэтому я его ставлю обратно. А, для чего? Все, вот отсюда вы сможете спокойно смотреть за дымоходом, в каком он находится состоянии. А также легко чистить, не обращаясь к трубочистам. Сможете сами его легко очищать. Метровый участок стоит. Почему метр? Почему не полметра? Здесь будет веранда. Вот это вот. Низ пола. По двери. Видим. То есть, эта площадка будет, когда человек будет стоять на уровне пояса. Если поставить полуметровый участок, то тогда это на уровне головы довольно опасно. Можно просто удариться, не заметив. Здесь гораздо безопаснее с точки зрения эстетики. Я считаю, что это лучше. И заказчикам, конечно, согласовал такой момент. Все. Врезка ушла 67. Плавный переход пошел. Врезались через тройничок. То есть, нет удара. Когда 90 угол ставите, на каминах нежелательно. Печь и камины еще проходят такие варианты. А на каминах нет. Поэтому я экспериментировать не буду. Когда человек говорит, сделай как себе, я делаю как себе. Все. После тройника 2,45, что позволило нам вместиться на 20 см. Вверх мы уже видели. И сейчас покажу, что на улице. В дальнейшем здесь все зашьется. И экранчик этот снимется. И уже на отделочный материал прикрепится. Все. Я стараюсь рассчитывать таким образом, чтобы после меня люди не мучились. В том числе и вот этот экран, который на стенку крепится, под углом вырезанный. Он тоже поднимется выше. Потому что здесь будет изоляция на стенке 5 см. И теперь немножко про кровлю. 2,5 метра у нас вышло над уровнем кровли. Поставили две жесткие оттяжки обязательно. Обратите внимание, грибок я не ставил. По двум причинам. Во-первых, это запрещено по строительным нормам. Во-вторых, дымоход будет самоочищаться за счет осадков. И в-третьих, когда ставите грибок, то отбивается который дым. Отбивание дыма попадает на полимерку. И цвет просто полимерки со временем меняется. Тогда смысла никого не было ставить в полимерном исполнении дымоход. Потому что будет очень некрасиво. И еще мансардные окна. Если вы поставите грибок от грибка, когда отбивается дым, если кто-то забудет вам закрыть окно, то все будет попадать в окно. И снова же, в защиту того, что грибки не надо ставить. Тем более на этом объекте. Потому что от грибка дыма седает вниз. И куда она седает? На кровлю. Это раз. И на мансардные окна это два. Цвет аккуратненько получился. 70-24, как было заказано в матовом исполнении. Используем только импортные материалы. Здесь на полимерке. Не лицкое, не белорусское, не российское. А финское полимерное покрытие. Финский порошок. Цвет получается более богачий. И он не выцветает со временем. Все. Монтируйте дымоходы правильно. За дымоходами знаете, куда обращаться. Все. Всем хорошего настроения. С вами был Дмитрий Михайлов. Комменбай. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok